И всем привет, ребят, с Минстромайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодня у нас четверг, анонс новых интересных обновлений всегда выходит в этот день. Сегодня мы поговорим о том, что же у нас появилось в игре интересного, честно говоря, я думал, что у нас будет что-то сегодня масштабное, потому что уже вчера был анонс ультра уикенда, и я размышлял о том, что у нас уже сегодня будет анонсированный ребаланс дронов, но этого, к сожалению или к счастью, не произошло. Если вам нравятся подобного рода видеоролики, где мы обсуждаем выходящие ивенты и анонсы, то обязательно поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну и, конечно же, не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на канале на 2 миллиона кристаллов, на 300 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личный такт, тактимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а что же нам сегодня подготовили наши замечательные разработчики? Это список обновлений 723, максимально короткий список, но с, ну не то что большой, но с определенной интересной информацией. Во-первых, вулкан игром занерфлен, сама нагрев в секунду вулкана становится больше, при этом ограничение на температуру становится также больше, соответственно, с быстрым нагревом вулкан будет начинать наносить урон по себе, поэтому лучше всего, конечно же, не пережимать эту кнопку, но если пережимаете, то получается будете быстрее умирать. Соответственно, это при любом раскладе нерв, ну и также исправлена проблема с взаимодействием устройства зажигательной ленты и защиты от пожога. Вчера мне об этом написали в личку, и как-то я сам даже один раз эту тему видел, но не делал на нее никак акцент. В принципе, это, наверное, баг, поэтому он уже исправлен. Также пушка гром занерфлена, шанс критического урона был 30%, становится 23%, при этом устройство пульсар больше не снижает шанс критического урона. То есть пульсар становится лучше сам, как устройство, но пушка в целом становится хуже. Защитные модули доступны теперь уже не со звания Уоррен Третий Офицер, а уже с аж лейтенанта, с 17-го звания. Каждую неделю у нас, я так понимаю, будет подниматься по 4 звания, то есть если уже с завтрашнего дня модуля будет появляться с лейтенанта, то через неделю эта звонка уже будет подполковником. То есть грубо нам осталось 2, максимум 3 недели до того момента, как у нас произойдет тот самый долгожданный ребаланс модулей. Скорее всего, наверное, через 2 недели. Как раз перед ДРТО, перед глобальным масштабным ивентом, перед Танкофандом, этот момент уже будет ребаланснут, и модуля уже будет продаваться по совсем другим ценам, и доступны будут с намного больших званий. При этом, защитный модуль Броненосец, защищающий от критического урона, больше не имеет ограничений по званиям на модификациях. То есть у вас есть возможность на новобранце иметь фуловый Броненосец. Фуловый Броненосец. То есть вы можете просто в нагляк с завтрашнего дня на новобранце иметь фуловый МК-8 Броненосец. Ну, либо МК-7 20-й прокачки. Это жестко. Это очень жестко. Ну и в целом, наверное, если учитывать тот факт, что у вас есть возможность великолепная его получить с Танкофанда, это очень неплохо. Да, вы можете иметь фуловый Броненосец на маленьком звании. При этом у вас будет защита, грубо говоря, от всех пушек сразу. Ну и то, что у вас не будет, например, других никаких резистов. Это уже будет выглядеть не так уж и плачевно. Да, вот, например, если я сейчас создал бы новый аккаунт перед Танкофандом, приобрел бы Спецуху на Танкофанде, получил бы Броненосец и на свой единственный слот поставил бы себе Броника фулового, да? Ну, прокачал бы и сделал бы его фуловым и имел бы резист от всех. В принципе, наверное, выглядит очень неплохо. Говорю от всех, потому что от всех критических уронов, соответственно, от всех пушек у вас есть возможность иметь этот самый замечательный резист. Это, конечно, очень-очень жестко, очень жестко, да? Я не на мегадонате, не на любом другом аккаунте до этого на маленьких званиях получить не мог. С завтрашнего дня уже у меня на мегадонате будет фуловый МК-8 Броник. Это очень и очень вкусно. Также обновлили описание пушек, корпусов и дронов из миссий, убраны миссии на завершение боя в разных режимах, ну и незначительно исправлены различные текста. В целом, наверное, не совсем этого я ждал сегодня. Думал, что будет что-то масштабное, что-то жесткое. Думал, что сегодня будет анонс ребаланса модулей, но, к сожалению, сегодня его нету. Но есть очень интересное обново с броненосцем. МК-8 Броник, а новобранцы, выглядит прикольно, прикольно, прикольно. Что вы думаете по этому поводу? Запасайтесь танкойнами, у кого нет броненосца. Ну и вообще, запасайтесь танкойнами, потому что танкофон близок и будет возможность отличной, жесткой фармилочки. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дайте не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.